Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире. Седьмая сессия второго созыва Национального собрания Западной Армении. Выступление президента Западной Армении Арменака Абрамяна. Состоялась 25-я сессия Национального собрания Западной Армении. Священник Русско-Православной Церкви Андрей Тыкачев коснулся турецко-азербайджанских стремлений. Более 1400 памятников, оставшихся на территории контролируемых Азербайджаном, находятся под угрозой уничтожения. Террористические группы выступили две ракеты по армянской деревни Кесап в Сирии. Отсутствие принципов и ценностей элементов лишает государство и народ геополитической самостоятельности. Давид Бабаян – шуший город, в который армяне обязательно вернутся. На седьмой сессии Национального собрания Второго Сазова после доклада председателя НС Налиару Цюнян выступил президент Западной Армении Арменак Абрамян. Президент поблагодарил присутствующих и отметил тот факт. Видеозаписи работы Национального собрания проливают свет на прозрачность заседания и проводимые там работы, роль которой очень важна и укрепление нашей государственности. Затем он представил весь процесс Национального собрания Западной Армении. В 2003 году группа патриотов, в том числе Арменак Абрамян, во Франции и Арцахи приступила к разработке проекта Национального совета. Сразу после чего в Степанакерте была зарегистрирована организация Конгресса армян Западной Армении как инструмент для организации дальнейшей работы по восстановлению государства. Полностью выступление Арменак Абрамяна читайте на нашем официальном сайте. 15 июня 2022 года состоялась 25-я сессия Национального собрания Республики Западная Армения, на которой присутствовали 13 депутатов. Были обсуждены вопросы повестки дня. Был представлен законопроект, вокруг которого составилось обсуждение. Заседание ввела заместитель председателя НС Фиолета Казаросян, которая представила полную версию заседания 28 мая. Программа будет представлена, принята неофициально, пройдя процедуру. Неофициальная программа будет представлена в соответствующую комиссию НС. Комиссия НС представит свое заключение. Программа вместе с заключением комиссии НС направится в экспертный центр правительства. Программа будет официально представлена на обсуждение принятия Национального собрания. В конце заседания было принято предложение по повестке дня следующего заседания. Священник Русско-Православной Церкви Андрей Артыкачев говорит о напряженности в царцовско-азербайджанских отношениях. Сказал, это абсурдное высказывание, когда Турция говорит, что там живут наши азербайджанские братья, турецкие братья и так далее. Послушайте, вся Турция – это бывшая Армения. Вся Турция с Вокоподоком и Анталией, Анатолией – все это была Армения. Когда начались требования? Вообще, на территориях требованиях мало что можно строить. Здесь работают несколько другие механизмы. Армения – единственная христианская нация, окруженная мусульманскими странами. Армения – это библейский древний народ, народ, который первым принял христианство. Азербайджан, что вы понимаете, в своей географии, где на самом деле север и восток. Армянские сокровища, оставшиеся на территории, перешедших под контроль Азербайджана, находятся под угрозой уничтожения. Омбусмен Арцаха Гегам Степанян подчеркивает, что целью Государственного совета по охране культурного наследия оккупированных территорий является достижение гарантной защиты памятников. Первое заседание совета прошло по председательствам государства Министерства Арцаха Артага Бегларяна. В состав совета, помимо председателя государственных органов, вошли также эксперты и юристы. После окончания войны уже имеются множество факторов оскорбнения памятника в Арцаха азербайджанцами. Церковь Казан-Четсот, Сент-Амин-Апыргит-Шуши, Канаджам, Церковь Мехакован, Монастырь Катаро и другие. Террористические группы из деревень к северу от армянского населенного села Кесаб в сирийской провинции Латакия выпустила две ракеты по Кесабу, в результате чего был нанесен незначительный ушерб. На странице Facebook сирийского армянского издания Ганзасар также сообщается, что, по словам корреспондента, издание в центре площади Кесаба прошло государственное мероприятие. Отмечается, что две ракеты упали на одну гору, не причинив заметного ущерба. Для небольших стран, особенно окружающих, враждебными соседями ключевой геополитической задачей является сохранение своего геополитического фактора. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян. Одним из важнейших элементов геополитического фактора является целостность. Отсутствие принципов и ценностных элементов лишает государство и народ геополитической самостоятельности. Бабаян отметил, что Арцах и Армения находятся в сложной ситуации, что делает более актуальным сохранение статуса геополитического фактора. В 19-20 веках Шуши был один из культурных и образовательных центров Кавказа. Шуши считается культурной столицей армян, а не азербайджанцев, говорит Арам Хачатрен, член информационного агентства «Реалист Союза журналистов Москвы». «Я давно хотел написать эту статью о Шуши, желая подарить его известному священнику, который много лет жил в Арцахе и после смерти был похоронен в городе Шуши». В 1920 году в столице Арцаха произошло массовое уничтожение армянского наследия. Кавказские татары убили до 20 тысяч человек. Армяне были вынуждены покинуть Шуши. 9 мая 1992 года армянские отряды самообороны освободили Шуши. В ноябре 2020 году во время агрессии Тройного альянса международных террористов Баку-Анкара против Республики Арцах Шуши был вновь захвачен турецко-азербайджанцами и в настоящее время оккупирован. В конце темы хочу сказать, что мы, армяне, обязательно вернемся в Шуши. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром.